ребята всем привет это продолжение вторая часть моего дальнобоя получается я в екатеринбурге возле проходной завода турбинного завода это у нас улица 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 короче не важно турбинный завод здесь вот у меня будет погрузочка погрузочку рейс я себе нашел на республику коми это у нас получается город ухта так что ребята до нее мне 1600 чем-то там ну когда москвы грубо говоря до сюда до москвы чего нас 1800 искал на москву ну поставочки что-то не прокатило как-то занижаются ставочки у меня машина все-таки не маленькая да хотя и не борзею я поэтому нашел на коме но в коме я не знаю уже будем искать куда-нибудь либо куда-нибудь либо хороший груз домой там будет видно поэтому вот такой мой дальнобой сейчас человека сделает мне пропуск заеду на территорию этого завода там очень много всяких всяких фирм где это самое и будем грузить оборудование какое-то до 7 тонн у нас что-то может даже меньше ну в общем вот так вот остальное все покажу такая ребята церковь грузей металл ну вот ребята вот такой вот какой-то кусок оборудование металла сейчас их будет таких пять штук получается где-то он весь где-то 680 помню где-то до 7 тонн этого всего оборудования вот такая кран баллочка на все аккуратненько все мы загрузим раз как надо делаем так что а потом поедем другой цех есть в этом цеху обрабатывают металл это делают варят пилят поэтому это так загрузили вот такие вот штучки какие-то не знаю я чё это вот общем вот это вот а это вот пачка металла по летам и вот это вот это вот это это все поедет у нас в ухту еще вот какая-то коробочка это все у нас в ухту поедет сейчас смотрю до грузик какой-нибудь вроде как нашли этот пенопласт еще поедет до кудова поедет поедет по господи пенопласт поедет у нас до до перми пенопласт поеду перми если сейчас возьмем то вот так вот сейчас двигаюсь туда пока сидел ждал тут на дороге подъехал ко мне мой подписчик на газели пообщались постояли ну в общем нормально так что про наклеечки ребята наклеечки я давно уже отправил это получается одну наклеечку я отправил так не давать и это самое попозже когда у меня будет время я про это расскажу про наклеечки а сейчас все еду на загрузочку надо грузик все ребят загрузили мне до грузик там получается коробки какие-то легкие коробки были получается не знаю там кранш короче вот какая-то фурнитура чё-то вроде того все снимать было некогда потому что пока они грузили и эти коробки я грузил соответственно не грузил я крепил вот эти вот болванки большие и как бы блин не успел снять а потом все пломбу повесили и сказали все не я исполнил поэтому только если может быть я завтра засниму там коробки обычные коробки поэтому так что не знаю время уже три часа дня так успею ли я проскочить сейчас эти пробки екатовские вот это я вообще без понятий пока я только выдвинулся и я с кольцовского тракта вот грузился на черняковского мне их выгружать в перми ну ладно хоть перми недалеко на въезде там поэтому вроде как вроде как бы хорошо но блин главное сейчас пройти пробки но я сомневаюсь что три часа дня где сейчас не будет пробок на выезде с екатеринбурга вот это я очень сомневаюсь ну посмотрим видно будет повезет а может быть и нет так что еду я дальше прошел катю я ребята удачно пробочка такая минимальная все мини-мини была уже вырвался на трассу на пермскую и потихонечку двигаясь ветер сильный встречный как назло еще а так нормально бутерброд бутерброд О, классно. Новый асфальт дает о себе знать. Скоро будем ездить по новой трассе или даже автобану его можно назвать, приравнять. Но нет, на автобане дорог болот больше. Я думаю, да, в принципе, это будет автобан, потому что с правой стороны будут тоже полосы. Ну, не знаю, посмотрим, иначе это будет. Как, ребята, хорошо. Рядом с ихним складом есть стояночка. Вот она, я заехал на нее. Здесь у нас есть столовая, да. Короче, все шикарно на самом деле. Только вот куда машину поставить, я вообще без понятия. Если что. Так, а вот, наверное, может быть, к гаражам ее поставить. Что-то я даже и не знаю. Или не ставить ли. Так, так, так. Да не буду я далеко, наверное, ставить. А поставлю вот сюда, назад. Так, вот я думаю, будет карно. Ох, так, ну что, наверное, надо идти туда, к охране. Вон туда, ребята. Так, ребята, я на стояночке здесь, возле выгрузки. Вот, куда я на стояночку заехал. И хотел поговорить про, пока еще не уснул, уже кроватку расправил, про то, кому я отдал наклеечки. Отправил, отправил я их, конечно, в Большинство России заказным путем, письмами. И две наклеечки скоро получат своих, ждут своих, будут, вернее, к своим хозяевам они придут. Первое я отправил, это на Украину, Житомирская область, город Новоград-Волинский. Это я отправил Сергею, вот, с Украины. И вторую я отправил, получается, наклеечку. Сейчас, ребята, все не упомню. Сейчас, 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 вот, Антону, Антонову. Вот я уже напоминал, он, кстати, первее был в город Кингисепп, Ленинградской области. Наклеечки, хозяева ждут своих наклеечек, жалко, наклеечек больше нету. Блин, комар летает, собака. Никак его убить не могут. Вот, ждут своих наклеечек. Ну, а я жду, когда я лягу спать. Завтра выгружусь и лечу, лечу, лечу в коме, в Ухту на выгрузку. Ну, все, ребята, выгрузили меня. Вот такая компания Артель. А, нет, апрель, блин. Выгрузила, денежку дали. Там была наличка. Ну, и как бы быстро, нормально. Ну, и как бы быстро. Вырвался я, ребята, на трассу. Уже с Перми отъехал километров, наверное, 30 или 40. Сейчас тут осталось небольшой ремонт дороги. И все, короче, до груз я ничего никакой не стал брать. Сейчас прямо еду прямиком туда уже на Ухту. на этот нижний Одис. И там, получается, уже буду завтра выгружаться. Ну, не знаю. Успею, не успею, потому что ехать мне... Очень много, ребята. Очень много. Это где-то тысяча с чем-то получается. Ну, до завтра могу не успеть. Ну, если что, не успею, не успею. Так что... Ну, спрашивай, повтори. Ладно. Главное, чтобы я нормально доехал. Без всяких последствий. И тому подобное. Поэтому... Потихоньку буду ехать. А там будет уже видно. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, ребята, это супер. Банька была просто волшебная. Не доехал, чуток я до Сыктывкара. Осталось чуть меньше ста километров. Ерунда. Кафе увидел. Зашел, покушал. Банька. Конечно, время уже много. Два уральских. Двенадцать местных. По Москве здесь время. Тоже республика Коми. Ну, баня просто шикарная была. Фух, волосы дыбом. Хотел душ, душа нету. Есть баня, ладно. Ох, еще бы чаечек. Сейчас бы... Холодненький. Может, я сейчас так и сделаю. Холодненький чаек. Фух. Лайк, ребята, за баню. Просто лайк. Поэтому... Все, я готовлю спать. Завтра. Завтра уже начнем новую съемочку. Новый день. Новый день дальнобоя. Нового дальнобоя. Свежачок будет завтра. Ладно, все. Я спать. Ребята, всем доброго утра. Я проснулся. Уже позавтракал. И видите, дорожка здесь какая. Сейчас поеду. Вот. Видите, какая тут у нас дорожка. Вот это Коми, ребята. Песочки, песочки. Ребята, какая красота. Дорога идеальная. Асфальт свеженький. Правда, погода меня не радует. То дождь. То какая-нибудь фигня, блин. То туманчик, то дождь. А так нормально. Ну, наконец-то. Там солнце светит. Это уже радует. Такая вот, ребята, дорожка. Веселая. Правда, где-то не было вообще дороги. Сейчас вот новый асфальт. Так, а сейчас приближдаемся к какой-то реке. Малая суда. Или что-то типа того вроде бы. Так, знак полтейничек. Будем соблюдать. Что, мало ли, камеры где-нибудь могут стоять. 10 тонн на ось. Ну, нормально. Нормально. О, какая речка-то хорошая, большая. Ну, какой хороший мостик на череднюю. Вот такая вот, ребята, речушечка. И вот такой вот мостик. Да, узковатый мостик-то будет. Ну, ничего, вроде разъехались мы с американцем. Так, ребята, я уже почти приехал. Вот это вот на горизонте у нас, видимо, город Уфта. Я так думаю, такой город-город небольшой. Трудяга. Ну, а мне еще где-то 70 километров попилить. Это точно. Так что, скоро приеду. Так, все, ребята, приехал я на выгрузку. Вот такая вот база территория. Не доезжая нижнего Одиса. Вот такая. Не знаю, что тут делают. Ну, тут что-то делают. Так что, скоро приедет кран, будут выгружать. Так, ребята, ну и вот, свершилось чудо. Почти свершилось сегодня воскресенье, 13 августа. И вчера кран ничего не выгрузил, а сегодня вот он приехал и сейчас будет выгружать. Вот такие вот чушечки. Сейчас увидим. Субтитры делал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, ребята, меня выгрузили. Кран уже сворачивается. Я сейчас еду на заправочку. Здесь с этим, кто меня выгружал, они, у них договор с заправкой. И вот, в общем, меня подешевле, короче, заправят. Не по 40 рублей, а по, по-моему, 33 рубля. Солярки мне до Кирова не хватит, так как там намного дешевле она стоит. Поэтому мне хорошо повезло. И вы сейчас выгрузился, выезжая в Ухту, там уже буду ждать до понедельника какой-то груз. Вот. Поэтому на этом серия заканчивается, так как это будет очень длинное видео. И просто тупо его никто не будет смотреть. Поэтому всем спасибо, кто смотрел это видео. Если кто-то еще не подписан, обязательно подпишитесь, потому что, чтобы не пропустить следующее продолжение этого видео. А всем, кто подписан и не подписан, спасибо за просмотр. Большой вам удачи и пока.